привет друзья рада видеть вас на моем канале видимо уже настал тот возраст когда мне начали нравиться всякие наливочки и настоечки более того я решила приготовить ее дома сегодня будем делать наливку из вишни мы уже готовили такую в прошлом году она получилась очень вкусной нам понадобится вишня сахар и вот такая водка или любая другая в них не разбираюсь сразу покажу какая красивая получается это наливочка для ее приготовления нам нужно взять вишню прямо с косточками естественно ее нужно помыть и перебрать и сложить в стеклянный кувшин или в стеклянную банку важно чтобы емкость была с крышкой если вы используете кувшин как я то вам нужно будет закрыть его фольгой или чем-то еще насыпали вишню в такой кувшин конечно лучше для этого взять обычную стеклянную банку с крышкой но в банке мне не нашлось но зато я нашла кувшин теперь нам нужно залить ее водкой и оставить постоять примерно на три недели честно я не знаю какую водку лучше купить поэтому я взяла самую оптимальную по цене не сильно дорогую и не сильно дешевую заливаем водкой нашу вишню в этом рецепте я взяла 250 миллилитров водки и 250 грамм вишни и получилось так что водка полностью покрыла все ягодки теперь накрываем емкость крышкой и убираем стоять на три недели наши вишни простояла три недели на самом деле нет но у нас были заранее сделаны заготовки и теперь нам нужно слить с вишни спирт его не выливать оставить а вишню засыпать сахаром и снова поставить настаиваться на три недели аккуратно сливаем вишневую водку получается что мы отделяем водку и вишню нам понадобится и то и другое поэтому ничего пожалуйста не выбрасывайте водку наливаем в какую-нибудь емкость и убираем она нам пока не понадобится вишню перекладываем обратно в банку и засыпаем сахаром да в этом рецепте используется достаточно много сахара поэтому эта наливка обязательно понравится сладкоежки я немного трясу вишню чтобы сахар там распределился равномернее вишню снова убираем на полочку и оставляем на три недели можно даже и подольше мне кажется у меня стояла примерно месяц через нужное время вишня будет выглядеть вот так теперь нам нужно соединить вишневый сироп мы засыпали вишню сахаром и оставляли на 3 недели с водкой мы заливали вишню водкой и тоже оставляли на 3 недели берем какую-нибудь удобную емкость и соединяем в ней нашу вишневую водку с первой настойки с вишневым сиропом который получился после второй настойки и все очень очень хорошо перемешиваем можно немного охладить в холодильнике ну что наша наливочка готова нам осталось только разлить ее по бокалам посмотрите какая она густая и какого красивого вишневого цвета еще раз отмечу что наливка получается очень сладкой и понравится сладкоежкам но если вы любите вина покислее или вообще предпочитаете крепкие напитки то возможно этот рецепт вам не подойдет но как по мне это как раз таки идеальный вариант который можно приготовить дома и подавать его на десерты и каждый же день такие наливки правильно а еще эту наливку можно готовить с любыми ягодами пожалуйста экспериментируйте